Здравствуйте! Меня зовут Джен Хуанг. Я пастор общины в Тайване. Когда я еще учился в университете, я пытался стать успешным бизнесменом, и для этого я отправился в Соединенные Штаты, учиться по программе MBA, магистр бизнеса и управления. И это изменило мою жизнь, потому что там я встретил людей, которые меня пригласили на группу по изучению Библии. Поначалу мне не хотелось туда идти, но из-за того, что они нас приглашали очень искренне, я все-таки отправился туда. И оказалось, многие мои вопросы и проблемы могли найти решение в Библии. До этого я изучал наши традиционные книги мудрости, но они не давали мне ответа на мои проблемы. Когда же я стал изучать Библию, это было интересно, и это, по сути, обратило меня в христианство. Я изучал Старый Завет и Новый Завет, и понял, что моя жизнь была изменена. И мое познание Бога Израиля становилось все глубже и глубже. И я совершил погружение в воду, став последователем Ишуа, и посвятив свою жизнь следованию за Словом Божьим. И я увидел множество чудес Божьих. В то время мы с женой жили в Соединенных Штатах. Я изучал компьютерные системы и работал в американской компании. Но через время я решил пойти в семинарию и приступить к изучению Библии. В 1991 году Бог призвал меня вернуться в Тайвань для того, чтобы начать там общину. И мы с моей женой уволились с наших работ и отправились обратно в Тайвань. В 1991 году у меня уже было на тот момент двое детей. Мы приехали в Тайвань и начали служение в Шинчу. Наша материнская община была в Тайвань, и они послали меня в большой город, чтобы оттуда распространять служение дальше, в том числе по деревням. Так, в 1991 году был десятилетний период, в течение которого мы поднимали дочерние общины во всем нашем регионе, в городе, в нашей стране. На сегодняшний день у нас пять дочерних общин. И в то время Бог призывает меня в Израиль на двухнедельное молитвенное служение в Иерусалим, где для общей молитвы были собраны все народы вместе. И в то время, когда я молился, Бог призвал меня изучать возможности служения в государстве Израиль, посмотреть, что мы можем сделать. Так, около десяти лет назад, я впервые собрал группу из членов моей общины для поездки в Израиль. Вначале мы просто молились и посещали библейские места, и что-то происходило. На следующий год Бог направил меня посетить общины, как еврейские, так и арабские. Я знаю, что Он призвал меня делать постоянно это, привозить материальную помощь, финансовое обеспечение из моей страны, моей общины. В послании римлянам, 11 главе, 25 стиха до времени, говорится в Библии до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется. И вот, мы видим, какие полные сейчас общины язычников. Так что мы решили нести нашу дружбу, материальную поддержку, финансы сюда, для того, чтобы вместе с мессианскими общинами идти в служение здесь. И чтобы многие люди смогли услышать Евангелие Ишуа. И с тех пор каждый год, а иногда два раза в год, я беру своих членов общины и материальную поддержку. И каждый раз мы ищем Божьи пути, для того, чтобы установить глубокие связи между мессианскими общинами и теми, кого я знаю в нашей стране, для того, чтобы объединились воедино и язычники, и верующие из евреев в единого нового человека. Потому что у меня есть много связей в моей стране, в Тайване, и много общин, которые хотят служить. И через объединение этого многообразия двух частей приходит богатство целого в единое общине через общины из язычников и общины из еврейского народа. Мы видим, как Бог обращается и к тем, и к другим, и к Израилю, и к остальным народам. Все это весьма вдохновляет мою общину для того, чтобы каждый год узнавать глубже культуру мессианских общин. И также это возможность для меня выразить свою благодарность и почтение, ведь Библия и Благая Весть пришли к нам от еврейского народа. Мы пришли сюда не только для того, чтобы установить взаимоотношения, не только для того, чтобы принести материальную поддержку местным общинам. Наиболее важно то, что две части становятся едиными, и Божий план совершается. И мы можем теперь выразить благодарность за Евангелие и Библию еврейскому народу. Я вдохновляю людей в своей общине за год полностью прочитывать и изучать Библию. И все общины тут и общины в других народах, мы можем следовать Слову Божьему, чтобы увидеть, как это изменит весь мир. И это послание для того, чтобы вдохновить и вас. Знаете, почему я так люблю Библию? Потому что наша китайская культура в некоторых вещах сильно перекликается с культурой Израиля. Так, например, на китайский Новый год мы помещаем ленты из красной бумаги на костяке дверей сверху и по бокам. И древняя легенда говорит о том, что некое животное, неизвестное, никто не знает, какое именно. Возможно, речь идет об ангеле. Проходило и убивало все семьи, у кого не было на костяках дверей красной бумаги. Это особое животное заходило в такие семьи и убивало их. И вот, когда я начал изучать Библию, то увидел в ней историю Песоха. И я увидел, как интересно там описывается, что ангел Божий во время исхода евреев из Египта убивал первородных из детей и из животных в египетских семьях, а у евреев, у которых костяки дверей были окреплены кровью Агнца, их дома он не трогал и проходил мимо. Глядя на это, я понял, что мой народ тоже не остался в стороне от Божьего плана. Но мы смотрим дальше и видим историю про Ноев ковчег, в котором было восемь людей на корабле. Там были Ной, его жена и трое сыновей с их женами, то есть в целом восемь человек. И в китайском языке есть иероглиф, на котором изображены восемь человек в ковчеге. Этот иероглиф обозначает большой корабль. И я задаюсь вопросом, как создатель этого иероглифа в свое время мог знать о восьми людях в ковчеге, то есть в большом корабле. Но у нас есть еще и иероглиф, обозначающий праведность. он представляет собой совмещенные вместе символы. Один из них иероглиф «я», а другой обозначает ягненка над ним, сверху. То есть в этом иероглифе мы видим, что праведность это не что-то исходящее от наших действий, нашего хорошего поведения, но праведность получается это это когда над вами агнец. Это то, как видит это Бог. И это очень интересно. В древние времена в нашей стране только император, правитель, король мог поклоняться Богу, потому что он называл себя Сыном Бога. В то время, как простые люди не имели возможности поклоняться Богу, но когда император поклонялся Богу, он также убивал животное, подобно тому, как поступали с агнцем. То есть он совершал жертвоприношения. Я задавался вопросом, для чего убивали это животное. Но затем я стал изучать Библию, и я понял, жертва нужна для искупления моих грехов. И я начал понимать, как так получается, что в моей стране император называет себя Детем Божьим и поклоняется Богу, но должен при этом все равно убивать животное в жертву. Когда я стал христианином, я понял, что я Детё Божье, Ахишуа, Агнец, закланный за наши грехи. Это жертва. И вот эта древняя история нашей страны наталкивает на мысль, что на самом деле наши предки некогда имели отношение с Богом, поклонялись Ему, А другие элементы религии, подобные Буддизму, пришли позднее. То есть китайцы в древние времена могли знать, иметь взаимоотношения с Богом. Даже нашу территорию, нашу землю мы называем территорией Бога. Все страны мира имеют свои границы и вот между всеми этими народами предстает Китай, который называется территорией Бога. Ведь это чудесно, не так ли? Китайцы когда-то давно поклонялись Богу, получив откровение от Него. Им никто не говорил о Боге. И сегодня Его любовь к нам открывается через Иешуа. Спасибо. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-defis-media.tv «Возвращенные» «Возвращенные» от страны «Возвращенные»